Тренировка в парке Можно сказать, что из бокса И вот вы можете видеть, как наносится удар в голову, печень И потом еще один раз голову в боковой Левый прямой, правый сбоку в печень И левый такой прямой, смешанный с крюком Его можно носить под разными углами На что можно обратить внимание при выполнении этого упражнения Чем важно правильно дышать Очень важно не закрепощаться Очень важно обладать хотя бы маломальской техникой нанесения ударов Касательно боксерских перчаток Сегодня мы не одевали бинтов Но, конечно же, при работе постановки техники движения И вообще при работе на снарядах И на тренировке в целом Должны быть бинты под боксерскими перчатками Потому что это снижает травмоопасность тренировки И гарантирует вам, что вы не будете отвлекаться на мелкие вопросы Потому что иногда бывает ударишь большим пальцем в руки неправильно Но он выбивается И это способно существенно вас демотивировать Поэтому для того, чтобы легко поработать в парке Нужно обязательно постараться, чтобы все вот эти вопросы были в норме Также, сейчас что можно еще сказать по технике Для нанесения ударов очень важно, чтобы стойка была правильной Ширина ног была достаточно хорошей Для того, чтобы можно было развивать силу удара И при этом не терять ни скорости, ни равновесия Удары, как вы видите, можно наносить и с движением вперед Удары можно наносить движениями назад Важно не приближаться сильно к противнику во время работы Потому что такое гиперсближение может повлечь и контратаку А также может повлечь снижение вашей мобильности То есть удар не будет иметь нужной скорости Не будет иметь нужного разгона И от этого может пострадать также и точность Поэтому нужно постараться, чтобы дистанция была правильная Кстати, я слышал мнение многих спортсменов по боксу Которые говорят, что очень важно держать правильную дистанцию И чувствовать ее, потому что от малейших сантиметров В вашем ударе зависит силой Сила может варьировать от 100 до 250 килограмм То есть малейший сантиметр вы ошиблись И, соответственно, сила уже вся растворилась возле головы противника Поэтому вот такого рода упражнения Они призваны научиться координировать дистанцию Они призваны научиться чувствовать дистанцию Чувствовать свое тело Может быть, почувствовать, что руки нужно немножко подсобрать Бить не так размашисто А может наоборот, почувствовать, что бить нужно немножко более размашисто И так далее Также стоит обратить внимание на ноги Нельзя наносить удары на прямых ногах Ноги должны быть всегда полусогнуты Потому что вы забираете силу для удара непосредственно с поверхности земли Из ног И когда вы выпрямляете ноги, вращая тело И выпрямляя руку в сторону противника Значит, вы можете нанести удар более мощный Поэтому очень важно двигаться всегда слегка на полусогнутых ногах На носочках Для того, чтобы быть мобильным И в любой момент вы сможете или отскочить назад Или подпрыгнуть обратно к противнику Таким образом отредактировать немножечко вашу технику Скорость, защиту и так далее Вот эти все вещи стоит учитывать И плюс ко всему, конечно же, нужно знать, что Стройный удар забирает очень много энергии И поэтому нужно знать, что при этом должно быть правильное дыхание И количество стройных ударов Потому что, если вы сделаете 20 серий по 3 То вы можете очень сильно устать Это очень сильно отразится на вашей технике ударов Если вы сделаете, допустим, там 10 по 3 То это будет намного лучше Поэтому постарайтесь сделать, допустим, стройные с левой стойки 10 подходов Стройные с правой стойки 10 подходов И таким образом вы сможете сделать 10-10 стройных Это будет 30 ударов справа и слева Это существенно изменит коэффициент вашей энергии И, соответственно, вы не будете работать на фоне сильной усталости Что не будет отражаться на вашей технике движения и ударов А если вы привыкаете работать на фоне усталости То часто мы видим, когда спортсмены, особенно в ММА, у них такая грязноватая техника Я не против того, чтобы техника была немножечко не классической Потому что и в этом есть свои большие плюсы Но я за то, чтобы не работать на фоне сильной усталости Потому что техника от этого становится менее такая яркая Менее зрелищная И когда это войдет в привычку То техника ваша будет выглядеть достаточно грязной И порой может быть даже неэффективной Поэтому количество повторений, сдвоенных, встроенных ударов, единичных Играют важную роль Для этого нужно знать, как запланировать свою тренировку Для этого нужно знать, какую дистанцию держать Сколько раз ударять Сколько должна длиться тренировка и так далее Ну вот, как бы, это некоторые из тех вещей, на которые нужно обратить внимание Ну а сейчас мы можем наблюдать, как проходит встроенный удар с ногой Получается идет раз-два левой-правой И потом в догонку идет нога Очень эффективное упражнение Работает как на отходе, так и во время движения вперед Вот, целевые задачи этого упражнения состоят Ну тут много целевых задач Значит, можно, конечно же, левой отвлечь, правой пробить И уже когда человек будет находиться в таком полунокдауне Еще можно добавить ему удар ногой Миддл кик в печень Соответственно, мы увидим несколько степеней воздействия Первое, что мы можем прижать человека к краю ринга Он потеряет мобильность, это раз Два, мы пробьем его, например, левой или правой После подготовительного удара Он потеряет слегка баланс равновесия А может быть и часть сознания И после этого мы можем нанести удар ногой И как следствие будет потеря мобильности Частичная потеря концентрации Может быть и сознания И плюс удар в печень Там идет потеря дыхания А также нарушение кровотока в органах То есть, что на самом деле очень болезненно Те, кто получал когда-то в печень Знают, что это на самом деле очень-очень хороший удар И в результате вот такой простой стройной техники Левой-правой нога Мы можем практически остановить нашего противника Можем существенно Те, кто получал в голову, знают, что после хорошо пропущенного Тело перестает слушаться должным образом И мы чувствуем потерю энергии без того, чтобы, грубо говоря, двигаться То есть, можно подвигаться там 5 минут И почувствовать равную потерю энергии одному удару в голову А если вы еще получаете в печень Там, где происходит очистка крови И где кровь гоняет на нереальных скоростях Во время физической нагрузки То, конечно, мотивационный порог будет снижен просто колоссально И противник может быть деморализован очень серьезно После точного удара ногой в печень Попадания в голову И демобилизации общей под стенку ринга Поэтому имеет смысл делать это упражнение Для развития аэробных способностей, опять же, чувство дистанции И я думаю, что те, кто будет долго это делать В течение долгого времени То те очень хорошо начнут чувствовать свою ногу Физические возможности мышц ног возрастут Возрастет ваша аэробная способность организма Сердечно-сосудистая система придет в хороший тонус Не обязательно делать эти техники для того, чтобы участвовать в соревнованиях И иногда можно делать такие вещи Если вы обладаете хотя бы начальными знаниями О технике нанесения ударами ногами и руками То можно использовать эти упражнения просто как физическую нагрузку Для тех, кто не может ходить в зал И, как вы видите, здесь я работаю по голове противника Во время его атаки на отходе Таким образом, я пытаюсь ему намекнуть на то, что Он не только должен сохранять равновесие Не только правильно бить ногой Но также чувствовать еще дистанцию Для того, чтобы не позволить противнику контратаковать навстречу И когда мы защищаемся, отступаем назад Из личного опыта четко понимаешь Что не всегда можешь правильно обработать поверхность земли ногами Так можно это сказать То есть тебя уже контратакуют после твоей атаки А ты чувствуешь, что связь с землей недостаточно хорошая Ну и вот здесь сразу же появляются мысли касательно работы ног И ты начинаешь понимать, что отдельная работа ног Чисто движение без нанесения ударов Это уже очень важно А когда ты делаешь работу ног вместе с работой рук И еще нанесение ударов ногами Это уже очень серьезная работа И то, что может выглядеть на самом деле очень просто И казалось бы, ну это мы все делали Оно может содержать в себе огромное количество Как говорят программисты, да Такого материала, то есть кода Наша нервная система справляется с огромным количеством задач Это и дыхание, и реакция И мы должны видеть противника И мы должны двигаться И поднимать ноги И реагировать на контратаки И в то же время стратегически думать Как мой тренер говорил, что думающий спортсмен Это проиграющий спортсмен То есть уже многие вещи должны были быть Заложены до того, как ты вышел на рефлекторные такие уровни То есть это должна быть запороговая техника Которую ты делаешь И она точно так же работает Как моргание глаз Или как глотание Поэтому я слышал тоже, как Рой Джонс Его спрашивали, в чем суть вашего успеха Вашей техники Он говорит, ну все очень просто Я одно и то же движение делаю Очень-очень по многу раз То есть это сотни тысяч повторений Сотни тысяч повторений одного и того же движения Которое в дальнейшем рано или поздно отточится И тело найдет нужное, как русло воды Такое движение, линию для высвобождения кинетической энергии Своего кулака, ноги, тела и так далее Поэтому для того, чтобы увеличить качество своей тренировки Не нужно сильно себя нагружать Важно делать какое-то сдвоенное, стройное упражнение Или серию из разных связок Много-много раз Можно даже так сказать, налегке, играючи Для того, чтобы нервная система могла это все как следует заучить И записать на нейронное волокно Изменять архитектуру вашего мозга Таким образом, что вы от раза к разу будете становиться все более совершенным Поэтому очень внимательно подойдите к этому фактору И еще маленький такой секретик Для того, чтобы что-то заучить Некоторые стараются делать это сильно Некоторые стараются делать это быстро На самом деле, можно сделать движение медленно, но чисто И оно запишется не хуже, чем если бы вы это сделали быстро Или сильно ударили и так далее Потому что для нашего мозга не так важно Быстрое или сильное движение Как движение правильно Он его запишет как правильно И потом, когда вы будете ускоряться Он будет эту технику накладывать на вашу скорость И соответственно, потом уже будет подгоняться техника Правильно поставленная на скоростное движение На скоростные показатели и так далее И вы сможете потихонечку эту технику развивать, ускорять Потому что все эти вещи очень важно знать Поэтому для того, чтобы заучить какую-то технику Начинать ее нужно заучивать очень медленно Полинейно, никуда не спеша И таким образом вы гарантируете себе закладку хорошей, четкой техники Которая потом будет и на больших скоростях работать примерно одинаково Поэтому для нашего мозга не так уж важно Все делать, как некоторые стремятся Давайте создадим вид чего-то жестокого Создадим вид супертренировки И будем так что-то учить Не обязательно Нужно все разучивать спокойно Анализировать свои ошибки Никуда не спешить И со временем ваш уровень будет расти И вы будете способны все быстрее и быстрее анализировать До тех пор, пока эти знания не перейдут в рефлексы И вы будете чувствовать это бессознательно, так скажем, запорогово И таким образом можно будет, конечно, подниматься все выше и выше В уровне мастерства И со временем вы начнете замечать, как вы читаете людей Которые не так хорошо считывают картинку Которые не так хорошо чувствуют дистанцию А это рано или поздно наступит Потому что, как Скалоро Джонс Одно и то же движение повторяйте десятки тысяч, сотни тысяч раз И таким образом вы достигнете нужной вам блестящей техники Но знайте, что гипермотивация это тоже плохо Поэтому, как я говорил раньше, все должно быть в подходах Все должно быть с умом И обязательно каждая тренировка должна быть наполнена позитивом Вы должны получать удовольствие И только так вы сможете продолжать тренироваться без потери мотивации Обязательно тренируйтесь всегда в коллективе друзей Старайтесь находить хороших спортсменов, людей с опытом Которые будут понимать вас, ваши чаяния Ваши сильные и слабые стороны И это будут люди, которые будут помогать вам расти А в команде, как известно, всегда намного лучше расти Потому что, когда просто двое спаррингуются, они друг к другу привыкают Когда спаррингуются пятеро, шестеро, семеро, десять и больше людей То, конечно, техника будет более вариативной Более такой искушенной, более тонкой А для того, чтобы существовать такая в йоге Не знаю, если эта практика применима в группе единоборств В йоге считается, что если в группе присутствует 18 человек То группа способна очень хорошо развиваться с точки зрения энергетики Но вот я думаю, что где-то 9-10 противников разных, хорошо подготовленных Плюс-минус тяжелее, легче Способны помочь вам наточить вашу технику ножным образом И почувствовать разницу между 70-килограммовым и 100-килограммовым противником Разницу между высоким и низким Разницу между противником стоящим, но бьющим сильно И противником динамичным и бьющим быстро И так далее Всегда старайтесь объединяться в такие вот группы по интересам Собираться в парке, не стесняться Вот мимо нас, как вы видите, ходят люди, подбегают собачки Но это абсолютно нам не мешает Вот, благо, есть хорошая площадка, погода хорошая Много свежего воздуха И это доставляет огромное удовольствие И, конечно же, после такой тренировки Ты идешь домой удовлетворенный, гордый, сам собой И со временем ты знаешь, что будет накоплен нужный багаж знаний Которым ты сможешь поделиться И таким образом каждый из нас может изменить Не только себя, своих друзей, свое окружение Но и общество в целом Плюс ко всему, единоборство это то, что позволит вам защитить себя В любой трудной ситуации Хотя я всегда был против того, чтобы люди, изучающие единоборство Применяли их на том, кто этого не знает Или на улице Человек, изучающий спорт, единоборство должен быть всегда скромным и спокойным Но я желаю всем успеха До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok